Петра Заводска Как у космонавтов, в этом, конечно, очень жарко и тяжело, но врачи проводят в такой форме по 6 часов в день и не снимают ее. На нашего оператора и фотографа еле нашли подходящие размеры. В ковид-центре работают в основном хрупкие женщины, поэтому на больших мужчин размеры найти сложно. Сейчас находится более 100 человек. Пациентов стало больше? Да, пациентов стало больше. Примерно в день новых. Недели две ожидают такой ощутимый рост заболеваемости. Дышать легко? А без масочки? Нет, не снимайте просто. Нет, не снимайте просто. Скажите. Когда кушаете, маску снимаете тяжелее? Не так сказать. Ну как, задыхались как в отделении или полегче стало? Нет, нет, но она погибла. Вот даже на неинвазивной вентиляции легких, на СИПАПе так называемая, сатурация низкая, 88, то есть тяжелое поражение легких. Тяжелое поражение легких в норме, сатурация 94-95, должна быть на кислороде у здорового человека. А здесь вот, к сожалению, она низкая даже на высоком потоке, ну скажем так, на высоком потоке, на специальном подаче кислорода. Вы прививались? Нет. Нет? А после того, как выздоровите, будете прививаться? Наверное. Молодая женщина, 32 года. Года? 10 числа она болеет. 10 числа она болеет. И она у нас тоже с другого ковидного госпиталя, с уходшением состояния. Она переводится. Переводена в реанимацию? Да, в реанимацию. Не прививались. Не прививались. Хронические заболевания, сахарный диабет, язвенная болезнь. Тяжелый ковид молодеет. 32 года. Социально нормальная женщина, без какой-либо, ну, без каких-либо других хронических болезней. Абсолютно непонятная ситуация, да, ситуация, где вакцинация, ну, на протяжении уже более 100 лет, это было основным профилактическим методом при лечении, при профилактике серьезных заболеваний, смертельных заболеваний. Сегодня вот таким образом распоряжаются своей жизнью. Вот мне это абсолютно непонятно. Вакцинироваться нужно обязательно, обязательно, чтобы, во-первых, не попасть в те условия, которые мы видели самим. Вакцинироваться Что бы я хотел предупредить сразу? Это русская авось. Когда я после этого мероприятия пришел домой, я почувствовал какое-то недомогание. Ну, думаю, бывает. Если бы я прививку в марте не сделал, то, возможно, поражение легкое было бы значительно сильнее. Возможно, мы с вами сейчас не разговаривали, я бы лежал под аппаратами. Спасибо.